Аккуратно, отойди только. Не, реально. Он может лапой просто большую достать. Страуса по кличке Мальчик проводники нашли в горах. Оборудовали ему теплый вольер. Покормить эту забавную птицу и вместе с этим прогуляться на свежем воздухе можно совсем рядом с Симферополем. В Кизилкабинской урочище расположено в нижней части Ейлы, которая названа в честь князя Долгорукова. Все это находится в селе Перевальном. Приехать сюда на экскурсию можно в любое время года. Здесь же проходят народные гуляния в честь разных праздников. А ведь когда-то у подножия Долгоруковской Ейлы жили люди. Здесь еще в советское время располагалась деревня Краснопещерная. Теперь это рекреационная зона отдыха, любимое место гостей и жителей полуострова. Есть и те, кто приезжает сюда не только отдохнуть, но и набраться энергии. В долине Кизилкаба находится раскол летосперных плит. Сюда приезжают йоги, цыгуны, шаулини, монахи и прочие люди, кто работают с энергией. Становятся здесь кемпингом. Уехать в горы с палатками – мечта многих городских жителей. Здесь все помогает отвлечься от рабочей суеты. Поднявшись вверх по тропе, слышишь звуки бурлящей горной реки, вытекающей из пещеры Кизилкаба. Вырвавшись из кромешной тьмы, вода, огибая каменные глыбы, несется к обрыву, с которого спадает 25-метровым водопадом Суучхан. Чтобы увидеть водопад и всю долину с высоты птичьего полета, нужно подняться на одну из самых известных смотровых площадок в Крыму. Кажется, что ее облагородили вручную, но это все творение природы. В верховьях ущелья, где известняки Кизилкаба образуют естественный громадный полуцирк, возвышается туфовая площадка. В ясный день здесь открывается невероятный вид. А внизу находится пещера, названа в честь архитектора Зайцева, который ее и открыл. Здесь тоже везде туфовая порода. Туф бывает трех видов – вулканический, кремнистый и, как здесь, известковый. Пилились блокчерпичи для строительства 1904 по 1916 год. И по дороге все свозилось лошадьми вниз для постройки старого Симфероболь. Все это сохранилось и по сей день. В Крыму – это самая большая зона известняковых отложений. Объем массива измеряется внушительной цифрой – 400 тысяч кубометров. И человек должен оберегать и охранять такие памятники природы. Ольга Гусева, Евгений Гарбузов. Утро. Нового дня.